Тестирования, пройдя которые, вы можете многое узнать о вашем здоровье в будущем. Стоят они немало, но оправданы ли эти траты? Сегодня я решила разобраться в этой теме и выяснить, что такое генетический тест, зачем его делают всем новорожденным, поможет ли такой тест защититься от наследственных заболеваний, кому из жителя большого города его нужно делать, а кому не стоит. На все эти вопросы мне ответит эксперт. Ухрев Алексей Леонидович, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Алексей Леонидович, здравствуйте. Да, здрасте. Я сегодня к вам пришла с Василием. Мы решили обсудить очень важную тему – генетические тесты. Очень сейчас популярная история. Что это вообще такое и как они проводятся? Как проводятся? Во-первых, главный-то вопрос здесь не как, а зачем. Так, давайте. Потому что мы же не будем каждому ребенку проводить генетические тесты просто так, для общего развития. Ну, конечно, по желанию родителей можно сделать все, что угодно, но, как правило, много вопросов, много и проблем. Ну, говорят, то, что сейчас новорожденным делают, чуть бы не каждому. Нет, это не только сейчас. Есть определенный набор вещей, которые проверяются каждому рожденному ребенку, вот как, например, тест на фенилкетонурию или другие заболевания, которые могут, если вовремя не выявлены, приводить к тому, что ребенок будет отсталым по всем позициям и внутренним, и умственным, и остальным. Вот, такие тесты проводятся, да. А вот генетические тесты, они все-таки должны планироваться и проводиться только, если у нас в семье есть какой-то признак, который прослеживается через поколение, и который может, скажем так, проявиться и в нашем ребеночке, и тогда для того, чтобы нам понимать наши риски, да, возможно. Ну, делать вот общий генетический тест, ну, я считаю, что, вот, скажем так, каждому медицинской необходимости нет, во-первых, а во-вторых, ну, это не дешевое удовольствие. Что можно с помощью этого теста вообще выявить? Давайте посмотрим. Здесь у нас есть отчет о результатах генетического теста. А что здесь может быть? Вот давайте посмотрим самое популярное, прям повезло, открыла сердечно-сосудистая система и кровотворная система. Ваши результаты у кого-то. Есть предрасположенность к повышению концентрации гомоцистеина. Что это? Гомоцистеин – это такой химикат, который в крови, ну, скажем так, если его много, может быть как дополнительный фактор риска в сердечно-сосудистом заболевании. Если гомоцистеин у нас выше 15 или там ближе к 20, вот, он теоретически, еще идут исследования, у нас нет однозначных, как бы, ответов, но, тем не менее, с большой долей вероятности он может обжигать стенки сосудов, делать их пористыми, и в этих местах могут садиться бляшки атеросклеротические. Потому что в норме у нас сосуды гладкие, и капля холестерина по ним катится и не прилипает. А в местах, где сосуды разветвляются, загибаются, или где стенка по какой-то причине дефектная, неровная или ноздреватая, там этот кусок может прилипнуть и сформировать бляшку. Это не абсолютная предопределенность. Вот, это все равно, что вот вероятность того, что на тебя упадет кирпич завтра. Вот, она там, ну, предположим, вот такая-то и такая-то, ну, а он на тебя может упасть завтра, а может и никогда. То есть процентного соотношения в этих генетических тестах нет. Еще раз я повторю, одно дело генетическая предрасположенность, а другое дело реализация в своей конкретной жизни. Вот, и это очень часто совершенно разные вещи. У тебя, может быть, там предрасположенность куча всего, но ты проживешь жизнь, и у тебя это не выльется в какое-то заболевание. А есть конкретные вещи, когда вот, например, какой-то генетический дефект точно приведет к заболеваниям, но таких вот на самом деле очень мало. А в основном это такая вот, то ли будет, то ли нет. Поэтому все вот эти тесты, они очень важны только в случае, если какой-то признак идет через семью. Зафиксируем. Если в семье какое-то повторяющееся заболевание... Да, грозный признак, да, который мы ожидаем увидеть там у кого-то из последующих поколений, да, вот в этом случае это абсолютно оправданная вещь. А для широких масс населения, ну, это очень дискутабельно. Алексей Леонидович, скажите, пожалуйста, существует ли ген полноты? Можно ли с помощью генетического теста предсказать, что у человека есть склонность к ожирению? Ну, скажем так, сказать, что какой-то вот один конкретный ген, который за это отвечает, наверное, скорее нет. Ну, на самом деле, это так очень хитро наследуется, и очень часто на перекрест, там, например, вот совершенно доказанный факт, что если у тебя папа, например, полный, а ты девочка, то у тебя риск диабета будет больше, чем у твоего брата. Или наоборот, то есть такое вот на перекрёст, там какие-то признаки наследуются на перекрёст от родителей, вот, и с ожирением ровно такая же история. Если у тебя мама была худая, а папа полный, вот, и ты женского пола, скорее всего, ты будешь тоже иметь склонность к полноте. Скажите, а вот есть ещё такое мнение, что с помощью генетического теста можно узнать о скрытых талантах, то есть его сдать, и, например, вот человек, будущий великолепный пианист. Да, это было бы прекрасно, звучит очень заманчиво. Да, сразу знать и идти в ту сферу. И тут вот наследственность по семье, она далеко не всегда работает, как мы знаем, на детях гениев природы часто отдыхают. Вряд ли такой тест в природе есть. А, то есть тут генетический тест не покажет это? Склонность к игре на скрипке вряд ли. Скорее всего, там, если дедушка играл на скрипке, папа играл на скрипке, скорее всего, тебе тоже будут совать скрипку. Ну, а тут уж как природа распорядиться. Алексей Леонидович, спасибо вам огромное за консультацию, очень было интересно и познавательно. Ну, и мне было интересно, так что на здоровье. Будьте здоровы! Пока-пока!